друзья ну что вот так от легко и непринужденно мы трансформируемся с большого грузопаденного транспорта на велосипед и мы едем объезжаем сейчас этот замок поедем вот так с другой стороны там ход ну как почитал я там ход бесплатный ну могут как бы на выходе там попросить как бы на жертвуете там на храм или на костел или замок или что-то еще такое-то в описании уже но мы же поедем посмотрим вот так ответе как говорится не думал все не думаете что так от получится времени сейчас скажу 15 чем-то 1535 я предупредил своих что смена закрыл что выгрузка завтра утром потому что уже на производстве на этой фирме никого здесь нет офис закрыты как бы ну все хорошо сказали упоры заборы ну прокатимся опять же велик я и так уже буквально не знаю два выходных я его не брал то погода такая смурная было то еще что такое ну а здесь в италии плюс 12 плюс 14 ну нормально классно напомню 22 ноября сегодня вторник ладно едем друзья ну что мы подруливаем подруливаем к нашим ну как бы главный вход наверно есть как таковых здесь парка мест я не наблюдаю наверно здесь и велосипед же нужно как-то оставить хотя и без ключа я даже не ключей не брал ничего не знаю может нельзя на велосипеде ездить еще девятьсот тридцать один ну давайте пока проедем а там уже посмотрим скажут нельзя значит нельзя там где-то справа полицейский участок ладно сейчас почитаем что здесь какие условия хотя для велосипеда вот справа слева есть турникеты как бы до велосипеды запрещено и фото тоже маска надо еще ладно сейчас глянем друзья ну он до 16 30 работает а времени а сейчас у нас 15 44 так что можем быть пройти даже без проблем на телефонами здесь а и видео даже норма дарис хохохохохохо не знаю так что и видео нельзя снимать фотография фильмы нон ухты ну давайте хотя бы отсюда зайдем глянем хотя некоторые есть фотографии цена на гуглах это сам на отзывах и вон даже люди фотографируют ну понятное дело что как бы нельзя я думаю может быть и можно сейчас зайдем где-то там главный вход я уже в таком в рабочей одежде я даже ничего не пердевался абсолютно как бы как бы вот так и все идем 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 на встречу ну что друзья вот эти вот скульптуры все интересно какой то вот все это по строчке надо гуглить интересно даже лучика послушать кто какого-то гида расскажет о том или о чем-то это все с камней как-то но то ли у нас то все выступать да уж да поладить кошечки пойдем внутрь сейчас друзья ну что я внутри ну как бы вот так вот тишина спокойствие я не знаю зачем вот так вот отделено может быть это наверно покоится кто-то как бы гробницы такие вот каждый кто-то из из умерших а вообще эта история история и ого-го так вроде бы смотришь думаешь а 21 век вот сейчас вот такие технологии там все такое а вот как это в старину все это все руками это что-то было возводить все это ранка так я забыл телефон выключить ну что друзья там конечно интересно за этими вот решеткой и дальше там переходим в другой зал и потом там еще но там не предупредили снимать нельзя там еще есть такие моменты интересные так что такие вот как-то полукругом как-то деревянные каждому с места вроде бы как вот так все сидят и еще как суд присяжных там я не знаю там там много там наверно на 30 с одной стороны 15 с другой может даже больше по 20 человек и какой-то вот я не знаю как это все выразительно высказать не знаю не хватает у меня вот моих познаний хотя но опять же сейчас загуглить можно что-то википедию вот что-то там высмотреть ну ладно посмотрели побыли это даже классно я даже просто не мог себе представить что у меня так и получится и во-первых погодка ясная классная так все хорошо классно на улице вообще там кстати подальше еще повыше шпили такие вот ну как оттуда добираются люди не знаю здесь перезвон есть или какой-то но живут наверно здесь кто-то я никогда был в таких монастырях именно православных это в сумской области даже я помню привозили мы привозил я огнеупорный кирпич такой какая-то там еще одно из молитвенных домов или что-то такого строилась но кирпич на для самой бани для отопления ну как то вот они так тукат дровами вот то есть будет печник какой-то вылаживай там все но сам материал привозил так вот я где-то зашел такой двухэтажные ну как бы здание захожу на первом этаже никого нет на второй этаж захожу и грубо говоря как бы ну не самый старший а самый какой-то там по званию я прямо в ту комнату где этот человек живет захожу вон там спокойненько кушает это тогда еще это лет десять то более десяти лет наверное то есть там и спутниковая тарелка было он кресле сидит а кушает все и какую-то там передачи смотрит ну как бы пауза ну так ну ничего потом я говорю привез кирпич нужно как-то организовать людей чтобы выгрузить все это а по моему это был мужской монастырь вот сразу где-то все и по находились человек 15 на пробежь ну как пробежала пришли и змейка и все это вот так выгружались машины туда прямо саму строящая церковь такую все это выкладывали кота перегружали ну такой помнится мне я так думаю вот тоже вот эти дымоход на разве живут все-таки ну надо с как-то чем-то питаться можем конечно сейчас зайти глянуть интересно туда вот я так думаю что туда наравход дальше запрещен скорее всего здесь какая-то лавка что-то продают наверное может быть тисана 1 всякие травы наверно галерея тисана 3 все выход здесь здесь закрыта сейчас во дворе глянуть бы ли полу либо но и всякие травы внутренний дворик никого не вижу вот найдем хотел включить был колокольный звон ну как-то 3 сигнала и все на 3 или 4 часа наверно 4 часа все вот такое наше посещение сказать чтобы оно было таком продуктивным надо заказывать услугу ну а так вообще вот эти вот старые каменные такие столы кто в двери с такими петлями токи токи засовы да уж как обычно водная какая-то преграда рвы такие это подобие от бреши где-то был я или замок такой большой о карабинеры здесь вот а вот вход я так понимаю так вот в бреши и там замок наверху тоже что-то как поднимались в ворота ли как там ну чтоб колесница не заходила ничего так раз поднялось все пожалуйста только водная преграда и все спускайся вниз потом царапайся такой подъем крутой ну короче вот так себя оберегали от набегов черепичка ладно едем домой ну друзья проедемся вот на обратный путь просто мы ехали по той стороне вот там чудали а была дорога сюда ну и как видим здесь стоят паркоматы тики то есть если на в синем зоне то надо его платить он работает работает лера вот так а что здесь а здесь я думаю какая-то ресторанта вот амеры амеры море море гудба запах кофе очка парковка 30 минут интересно так тоже ну здесь я грузовиком по любому никак не проеду так что как бы кто-то мне старался найти какие-то места так здесь что нас лаканда ведь папе я ничего не понял не знаю давайте глянем чуть-чуть чья там лаканда лаканда саланда это на рачастный дворе какой-то чита ладно поехали назад поднятное дело по наружу конечно не очень внутри может быть даже и и все хорошо и главное за такой вот стеной а может быть даже приезжают для ну есть же свой какой-то парк может который здесь живут машины мод позволенными иметь вот про эту дорогу тебя я ехал так вот получается а можно было немного покороче кто-то мусор выбросил но опять свиньи есть свиньи есть везде а в целом мастерки как здесь ай как красивая травка такая да сочная классная в целом с погода нам повезло вообще ладно друзья буду заканчивать в принципе как бы все так вот нон-стопом как говорится все под хаотично без каких-то либо предзаказов заказов то что едем той что видим то и смотрим вот так вот все друзья до новых выпусков и я думаю завтра мы включимся оставайтесь с нами все всем пока всем удачи